Ребят, всем привет! У нас сегодня суббота. Не собирались сегодня куда-то ехать, потому что с утра был такой сильный дождь. Думаю, потом дождь перестал, выглянуло солнышко. Сейчас, правда, опять пасмурно, сколько у нас время где-то. Ну, в общем, было второго. Решили дома не сидеть, решили выйти, немножечко пройтись, подышать воздухом. У нас в городе нам уже скучно где-то гулять, что везде уже были и по несколько раз. Решили поехать в Альян, это городок рядом с нами, ехать туда минут 15 до центра. Конечно, мы там уже были не один раз, но поедем, погуляем просто по центру. Может быть, там что-то будет интересное, может, парк какой-то, посмотрим. Все, едем, берем вас с собой. У нас ветряно еще немножко. Так, прохладный такой ветер, но погода комфортная, вроде тепло оделись. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Макдональдс. Мы сюда тоже заезжали в Макдональдс. Макдональдс. Мы сюда тоже заезжали в Макдональдс. Дунечка грустный. Я все хотела в этот цветочный выехать. О, солнышко! Солнышко вышло, чтоб ты не грусти. Ты ж любишь солнышко. Ребят, мы уже приехали. Посмотрите, здесь по всему городу практически вот такие здания старые, или которые рушат сейчас, или сносят, да, или которые ремонтируют, или которые вообще пока никто не трогает. Очень много мы сейчас приехали, очень много таких зданий. Так, остановились на парковке. Это прямо возле центра. Центральная улица, торговая парковка. Сейчас Дима заплатит за паркшайн. Возьмет. Идем гулять. Ребят, мы уже вышли на ту центральную улицу. Здесь, конечно, магазинов побольше, чем у нас в Бекуме. У нас толком их и нет. Вот. Вон проходим Росман даже. Вот. У нас Росман есть там, но и Бекум в нашем городе нет. Погода такая, то холодно, то жарко. Мы оделись тепло. И тоже сейчас взяли парковку на час только, потому что у нас монеток не хватило. Потому что мы забыли, что надо монетки какие-то с собой взять. Один евро нашли, там валялось в машине. В общем, на час взяли. Надо будет, если что, возвращаться опять, продлевать. Сниму дольше, что тут будем. Но мы, скорее всего, будем дольше. Не знаю. В общем, посмотрим. Так что гуляем. Красиво здесь. Все гуляют. Погода сейчас хорошая. Строго, конечно, была нелетная погода. Сейчас хоть можно прогуляться, подышать воздухом. Может быть, сейчас где-то посидим в каком-то кафе. Сейчас немножко пройдемся. Мы тут были один раз, по-моему, в центре именно. И то с другой стороны, вот с той, где церковь. Сюда мы не доходили аж. Потому что сейчас будем тут осматриваться. Так, зашли в Хаунден. Смотрю, тут что есть интересного. Пока ничего особо не приглянулось. Вряд ли что-то куплю. Вот так зашли просмотреть, раз мы уже здесь. Такие вот свитерочки. Прикольные. Хочу посмотреть топики. А, Дима ходит с радостным лицом. В кавычках. Пойду посмотрю, какие-нибудь топики. Я покупаю здесь часто в Хаундене. Такие спать просто в них. Не знаю, есть ли они здесь. Не вот такие, а короткие я хочу. Такие тоже не попьем. Здесь я в расторгметки и есть. Здесь в основном спортивные костюмы. Футболочки такие базовые. Полосатые, белые, синие, черные и так далее. Топики не вижу. Такие вот свитерочки по 10 евро. Кстати, качество хорошее. Посмотрим, что тут есть еще. Так, не нашла ничего интересного в Хаундене. Здесь вообще в этом магазине как-то меньше выбор. Может быть еще в Залонтаза идем, а не с Лестерой. Как-то здесь поменьше выбор в Хаундене, потому что в Хаме, где мы были еще недавно, в Лепштадт, там побольше одежды. Здесь маленький дом. Вот. Мы продолжаем гулять, дышать в мостах. Красиво здесь. Такой небольшой городок, крупный. Мне кажется, он полностью турецкий. Очень много турков. У нас тоже в Локуме очень много турков, но здесь прям в разы больше. Все, уйдем дальше. Поехали. Какая здесь красота. Такая красивая церковь. Дима смотрит, здесь золото смотрел. Не знаю, ничего тут нет интересного. В основном все женское. Видите, мужского особо не найдешь. И цены. Цепочка вон-то 4,169 стоит. Нехило так. Часы всякие. Мы уже возвращаемся обратно наверх, потому что вот эта вся улица. Дима так пострелил по карте. Он говорит, это весь центр у них по факту. Сейчас еще там в конце улицы есть Росман. Зайду, мне надо колготки купить. Есть целом дальше. Может туда зайду, может там висит мое вязаное платье. Я так его и не заказала, кстати, в интернете. Посмотрим. Здесь вон я увидела донатсы. Думаю, о, сейчас поедем. Нет, они закрыты. Написано, что Цуфер Миттен сдается. Так что донатсы уже не работают. Вот так вот. Все, идем наверх. У нас, в принципе, еще минут 40 парковки есть. Не знаю, поедем. Наверное, мы хотим еще тут поискать турецкий магазин. Думаю, он точно здесь есть и не один. Туда заехать, что еще хочу лаваш купить. Ну и может какие-то фрукты, овощи. Посмотрим. Есть, нет. Он там где-то в городе по-любому должен быть. Сейчас будем по карте смотреть. Кто живет здесь в Алине, из моих подписчиков, я знаю, что такие есть. Пишите, что тут есть еще интересного. Где можно погулять. Какие магазинчики зайти. Мы по-любому еще не раз сюда приедем. Поэтому нам будет полезно узнать. Вот, смотрите, тоже какой-то... Старенький магазинчик. Табличка. Какой-то Адольф Кольпинг. Здесь жил, наверное, не знаю. Так. Все. Идем наверх. Людей, кстати, не мега много, учитывая, что сегодня суббота. Казалось бы. Ну, так, размеренно все. Ну, город маленький, как и наш, в принципе. Здесь магазин Менцель. Менцельвойка называется. Как, да? Всякие книжки, блокноты, канцелярии. Так, зашли в ЦОНДА. Хотела... Вот висит мое платье. Хотела его взять, ямка. Но оно, видите, как-то, во-первых, грязное, а во-вторых, растянут. Мне не понравилось оно. А их вот всего два. М и Эксель. Так что, отбой. Наверное, если что, закажу его онлайн. Дима пошел куда-то карточку, пейбэковскую, оформить. Еще мне этот вот цветаров понравился. Тоже не знаю, может быть, его закажу. 16 евро всего лишь. Такой цвет красивый. Кстати, камера не передает. На самом деле он такой поярче. Ярко такой, лавандовый. Все, выходим. Там уже немножко устали гулять. Едем в турецкий магазин, наверное. Так, приехали чуть-чуть в другое место. Валене вот там напротив Ари Кан. Зупа Март. Это турецкий супермаркет, магазин. Сейчас зайдем, посмотрим, что там есть. Вот его видно. А здесь еще куча магазинов. Альди, Кик, Эдака. Что там еще? Сосман. Нам ничего особо не надо. Сейчас зайдем в турецкий. И надо будет еще где-то хлеба купить. И еще хотим в нашем... Здесь не найдем. То есть, зайдем в наш магазин туда, в Террамаркт. И купим замороженную облепиху опять. Там, по-моему, еще клюква была заморожена, чтобы чайчик пить. А-а-а, ветер. Все, идем в магазин. Ребят, мы уже дома. Что мы взяли? Взяли в магазине Террамаркт Интернешнл вот такие бублики. Наша любимая. Потом купила вот эти кубики на бульон куриный. Морскую капусту. Взяли в Эдаке эту Кока-Колу. Дима что захотел. Дальше в Эдаке взяли вот такой багет белый. Дальше что мы взяли в турецком? К сожалению, лаваша там уже не было. Я так и думала, что его не будет. Потому что его очень быстро разбирают с утра. А взяли вот такой сыр Кашковал болгарский. Вот написано на болгарском Кашковал отправим ляку. Это из коровьего молока. Ангибот был за 5 евро 750 грамм. Я думаю, что это неплохая цена. По вкусу он напоминает сулугуни. Насколько я помню, будем наслаждаться. Дальше взяли две пачки таких семечек по 2 евро. Они не соленые. Вот нарисована зачеркнута соль. Дальше что еще взяли там? В Росмане взяла вот такие две упаковочки салфеток на стол. Они сейчас там по 99 центов. Это очень выгодно. Вот так они у меня обычно, видите, на столе лежат и удобно. Такие себе колготки тоже взяла в Росмане. Тепленькие 80D. Курму взяли в турецком магазине. Такую помельче взяли. Была крупная взяли. Я надеюсь, что будет вкусная. Я выбирала там в ящиках. Потому что уже была где-то гнилая. Я более-менее целенькую выбрала. Оформили пейбэк карты кучку в ЦЕУНДА. Наконец-то. Сейчас надо в каждых магазинах, наверное, оформлять. Мы еще в этом не особо разбираемся. Посмотрим, как будет. В общем, если что-то буду онлайн заказывать. Ну, смотрите, тут написано, что эта карточка вроде как подходит в ЦЕУНДА. ПЕНИ, РЭВЭ, ДЭМ, ОРАЛ, заправка. Не знаю, Дима, ты видел, что тут написано? В какие магазины она еще подходит? Я так понимаю. Кто специалист в этом, поясните в комментариях. Вот тут написано, магазины, наверное, где она подходит. Посмотрим. Будем пользоваться. Мы уже столько лет здесь живем. И уже столько всего покупали в разных магазинах. Уже можно было сто раз такую карточку оформить. Но все как-то не получалось. Не получалось. Наконец-то взяли. Посмотрим, как бы умей пользоваться. И еще в Росмане взяли тонометр. Я говорю, Диме, покупки стали уже не те. Раньше другое покупали. Но на самом деле взяли. Давно хотели, чтобы дома он был. Иногда, знаете, бывает такое, что перепады давления, они чувствуются. И иногда хочется померять, а нечем. Пусть будет дома. Он электронный, хороший. Вроде бы стоил 20 евро в Росмане. Мы даже последний взяли. Уже все разобрали. Так, и еще у меня тут маленький пакетик. Это тоже из магазина. Ой, сейчас упадет. Тоже из магазина Террамар. Сейчас, секунду. Так, у нас здесь вот такой творожок 30% деревенский. Кстати, очень вкусный. Дальше взяли опять облепиху замороженную. И еще взяли... Где тут все падает? И еще взяли вот такую замороженную бруснику. Думаю, что будет очень вкусно заваривать вместе чай. Там еще была рябина, голубика. Что еще? Это клюква. В общем, решили взять вот эти две. Посмотрим по сочетанию. Дальше взяла наши любимые опята. Делаю их с лучком. Очень вкусно получается. Дальше что еще? Здесь у нас помело. Одно там осталось. Взяли ее, что в прошлый раз там брали. Казалось, что очень вкусное. Не знаю откуда, но надо посмотреть. Не знаю, не написано вообще. Очень вкусное было. И взяли наши любимые терраспольские помидорки маринованные. Все, не собирались сегодня вообще выезжать за покупками. Но так получилось, что поехали прогулять с оваленой. Решили взять чего не достойно. Я хотела еще взять себе ржаной хлеб. Но, к сожалению, в эдаке его уже не было. Уже разобрали. Все. Так, мы вовремя приехали домой. Пришла мне посылочка с сайта flakoni.d. У меня здесь заказик один. Одна единица. Сейчас раскрою, покажу вам. Так, здесь у меня долгожданная пенка для умывания от Бабар. Вот так она называется. Обожаю ее. Я ее почему заказала на сайте flakoni. Flakoni, flakoni по-разному его называют. Потому что она была там на скидке. Она сейчас на скидке там. В Дугласе она 30 евро. На многих других сайтов 30. А вот на этом сайте за 20 я ее взяла. Вот так она выглядит. Обожаю ее. Моя закончилась. И мне прям уже надо было заказывать. Потому что я ее умываюсь и утром, и вечером. Она еще очень отлично снимает макияж. Очень мягкая. Не сушит кожу, что для меня главное. И все равно очищает. Это главное. Все. Я довольна. Еще положили такой вот пробничек от Джорджио Армани. Вот такие четыре. Вот этот кремчик, наверное, это и духи. Все. Я довольна. Идем теперь обедать с чистой душой. Кстати, уже попробовали наш этот, как его, тонометр. Идеально работает. Померили давление. У всех давление, как у космонавта. Поэтому все нормально. Ребята, у нас прям тихий час сегодня. Приехали вот это из Алина. Пообедали. Дима уснул сразу. Просто автоматически. Оставила его поспать. Думаю, не буду его трогать. Он, в принципе, мне не нужен. Но ничего такого сегодня не собирали сделать. Вот. Поэтому спит себе сейчас уже сколько? Часов, наверное, 7 вечера. Вот. Я тоже собиралась поспать, но как-то не пошло. Это дело у меня. Поэтому в итоге решила не спать. Пока монтировала видео. Пока убирала на кухне немножечко. В общем, время пролетело уже. Сейчас будем вечером тоже отдыхать. Хочу вечером сварить пельмени. Ну, как хочу. Так получилось. Сегодня ехали домой. Дима говорит, что мы будем сегодня кушать вкусненького. Я говорю, ну я не знаю. Он говорит, у нас же есть пельмени. Я говорю, ну да. Я кинула в морозилку. Говорю, ну на всякий случай. Как я сварила сразу, когда я их приготовила, там часть. Он говорит, ну всякий случай наступил сегодня. Я говорю, что так быстро он наступил. Два дня спустя. Ну, в общем, так что у нас будут пельмени сегодня опять вечером. Вот. Ну, знаете, когда пельмени домашние, они, конечно, очень вкусные. Еще хотела обязательно не забыть и поблагодарить вас за сотни просто поздравлений под видео о дне рождения моей бабушки. Все передала. Она в восторге. Благодарит вас тоже. Спасибо вам большое за такие приятные, теплые слова. Пусть вам все вернется в трехкратном, а то и в десятикратном размере. Все самое хорошее. Все. На сегодня уже буду с вами прощаться. У нас такой тихий-тихий вечер. Весь день был сильный ветер. Сейчас хоть немножечко стало потише. Завтра у нас еще один выходной. В воскресенье тоже будем отдыхать. Ну и с вами уже увидимся в новом влоге. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok